Всем привет из Питера, с вами Андрей. Друзья, ну и задачку вы мне поставили в последнем голосовании выбрав Санкт-Петербург. Ну просто я надеялся рассказать про Питер где-то в конце сотки, но так как это внеплановое видео ко дню рождения канала, то что поделать? Знаю я про Питер тонны информации, в интернете тоже так же много информации, так что это видео будет очень большое. За такую проделанную работу лайки и положительные комментарии приветствуются. Что же, в нашем списке Питер занимает второе место с населением 5 миллионов 384 тысячи человек. Ну что погнали, интересные факты о Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург имеет несколько неофициальных названий. Северная столица, Северная Венеция, Северная Пальмира, Град Петров, Город Белых Ночей, Город на Неве и самая старейшая Питер. Город основан царем Петром Первым. Будущий реформатор Москву не любил, это было связано со страшными событиями из детства. Он хотел построить свою столицу под европейский манер, а если быть точным, то под голландский. Петр часто отправлялся в Европу для изучения корабельного дела, множества ремесленных работ, для подбора кадров, ученых, архитекторов, художников и множества других специалистов. Санкт-Петербург изначально задумывался как европейский город. Его прямоугольная планировка с широкими проспектами и прямыми линиями улиц кардинально разнилась с тесной и хаотичной радиально-кольцевой застройкой Москвы. Город носил такое название, как Петроград и Ленинград. 6 сентября 1991 года городу было возвращено его историческое название – Санкт-Петербург. Вопреки распространенному мнению, Санкт-Петербург был назван не в честь его основателя Петра Первого, а в честь его покровителя – Святого Петра. По численности населения он примерно в 2,5 раза уступает Москве. Тем не менее, в Санкт-Петербурге живет примерно столько же людей, сколько во всей Дании. До революции ботанический сад на Аптекарском острове использовался для выращивания целебных трав, обеспечивших нужды местных врачей. В Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Чтобы осмотреть их все, затрачивая лишь по минуте на каждый, потребуется около 8 лет непрерывного осмотра. Знаменитая Александровская колонна на Дворцовой площади, возведенная в честь победы над Наполеоном. При высоте в 47,5 метров весит 700 тонн. Стоит она на поверхности без каких-либо внешних укреплений. Бронзовый ангел на вершине крестом подпирает земли, что символизирует мир и покой, который принесла Россия Европе, победив Наполеона. Кстати, скульптор Орловский придал лицу ангела черты Александра Первого. После революции 1917 года на место бронзового ангела хотели поставить скульптуру Владимира Ильича Ленина. Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор по величине занимает первое место в России и четвертый во всем мире. На позолоту его куполов ушло около 100 килограмм золота. Во время Великой Отечественной войны здание немного пострадало от осколков снарядов. Сколы реставрировать не стали, и они и сейчас напоминают о тяготах жизни в блокадном Ленинграде. Рядом с городом расположен не менее знаменитый Петергоф. Местный ансамбль из 173 фонтанов. Признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Кстати, в Петербурге расположено огромное количество дворцово-парковых ансамблей. Павловск, Пушкин, Гатчино, Стрельно, Арененбаум. Метрополитен Санкт-Петербурга самый глубокий в мире. Средняя глубина залегания составляет около 80 метров под поверхностью земли. Здесь же находится самый длинный экскалатор. Целых 150 метров или 729 ступеней. Но при этом самая глубокая в мире станция метро 120 метров под землей. Расположена в Хеньяне, столице Северной Кореи. Сейчас наше метро остается самым северным в мире. Самая северная станция нашей страны это Парнас. Петербургский метрополитен по уровню загруженности занимает 12 место в мире. На первом месте Токио, на втором Москва. Кстати, станция Автова входит в список самых красивых станций мира. Ну и я частенько видел там множество туристов с фотоаппаратами. Буквально недавно еще Петербург был трамвайным лидером во всем мире. Тут больше трамваев, чем в любом другом городе мира. Общая протяженность трамвайных путей превышает 600 километров. Около 10% от общей площади Санкт-Петербурга приходится на водоемы, реки, пруды и озера, а также каналы. До основания города на этой территории располагалось около 40 мелких поселений, в которых проживали не только русские, но и финноугоры, вепсы и ежоры. На протяжении всей первой половины 19 века на улицах Санкт-Петербурга было запрещено курить. Запрет был обусловлен тем, что большинство домов было построено из дерева, и пожары были нередки. В США 15 городов носят название Санкт-Петербург. Например, самый крупный из них, Сент-Петерберг, штат Флорида, с населением 244 тысячи человек, был основан Джоном Уильямсом и Петром Дементьевым, назван в честь Санкт-Петербурга, родины основателя. Невский проспект, главная улица Санкт-Петербурга, тут расположено множество достопримечательностей. Кстати, улица изогнута, путь прокладывали через болото и лес, из двух концов одновременно, от Александра Невской Лавры и от главного Адмиралтейства, вследствие чего и образовался изгиб проспекта, возле современной площади Восстания, в месте встречи двух дорог. Если посмотреть на карту Санкт-Петербурга, то можно увидеть Невский трезубец, неофициальное название застройки левобережной части Санкт-Петербурга по системе трех лучей, относительно башни главного Адмиралтейства, осуществленная в 18 веке. Состоит он из Невского проспекта, Гороховой улицы и Вознесенского проспекта. Кстати, центральная улица этого трезубца Гороховая, по идее идеально проходит до Софийской. Не знаю, было ли так задумано, но сейчас эта улица заканчивается у театра юных зрителей. Некоторые улицы тут находятся на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны, например, Лиговский проспект и улицы Циолковского. По Санкт-Петербургу протекают 93 реки и канала, общей протяженностью около 300 километров. А еще в северной столице около 800 мостов. Это не рекорд по всему миру, зато в Питере есть самая эффективная система разводных мостов в мире. В Петербург ходит 20 самых посещаемых туристами городов мира. В городе около 700 отелей и гостиниц. Города по-братиму Санкт-Петербурга есть на всех континентах, кроме, естественно, Антарктиды. Памятный знак – Вагонетка. Обмиралтейского пруда в Московском парке Победы. Был открыт 8 сентября 2001 года в 60-летнюю годовщину начала блокады Ленинграда. Он представляет собой остров Вагонетки, поставленный колесами на гранитные постаменты в виде стилизованных рельс. Это подлинный артефакт расположившегося недалеку от этого места кирпично-пензенского завода номер 1, который во время Великой Отечественной войны, во время блокады 1942-1943 годах, был переоборудован в крематорий. В его печах на таких вагонетках было сожено более 100 тысяч тел. Жертв блокады Ленинграда. Памятник Николаю Первому, восседавшему на коне, находится на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Он уникален тем, что это единственный в мире монумент, имеющий всего две точки опоры. Из-за огромного количества тепла, выделяемого городом и его жителям, зимой тут на 8-10 градусов теплее, чем за пределами городской черты. Улица Репина, шириной всего 6 метров. Самая узкая в городе. А самая короткая улица в городе – это Кокушинский переулок. Он всего 30 метров в длину. Фасады Михайловского замка разные. Четыре стороны, четыре стиля. Это было сделано намеренно, чтобы подчеркнуть архитектурное разнообразие города. Масоны в Петербурге. Как это ни удивительно, но символы и знаки самой таинственной и могущественной организации, которые приписывают чуть ли не мировое господство, встречаются в Питере почти на каждом шагу. Река Нева, на которой стоит Санкт-Петербург, – одна из самых полноводных рек европейской части России. Исток Невы находится в Ладожском озере. Более 30 рек впадают в этот водоем, наполняя его своими водами. Но утекает из него только одна – это Нева. Санкт-Петербург – самый северный из крупных мегаполисов мира. Его иногда называют город Белых ночей. Однако географически Белые ночи начинаются почти на целый градус севернее центра Санкт-Петербурга. Синий мост через реку Мойку – самый широкий мост в мире. Ширина моста более 97 метров. Питеру более трех веков всего лишь. Но самые древние памятники Санкт-Петербурга – это египетские сфинксы. Они на университетской набережной. Их возраст около 3,5 тысяч лет. Башня Лахта-Центрт, высотой от 462 метра, стала самым высоким зданием в Европе в октябре 2017 года, обогнав Московскую башню Федерация. Петропавловская крепость – старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга. 27 мая 1703 года – день основания крепости. Считается и днем основания города. Петербург стоит в болотистой местности. Поэтому при строительстве крупных зданий рабочие использовали специальные укрепляющие сваи. Необычайно сильное северное сияние наблюдали жители Санкт-Петербурга в 1730 году. Небольшую скульптуру Чижику-Пыжику, расположенную в городе, пытались украсть более семи раз. В Эрмитаже проживает множество кошек, защищающих культурное достояние Санкт-Петербурга от грызунов. Кошки знают толк в искусстве. Санкт-Петербург имеет влажный морской климат. Тут частенько бывают дожди. Погода такая, что зима тут слякотная, скажем так. И бывает, что дожди идут не только в декабре, но и в январе. Вызываю недоумение у приезжих с России, что в таком северном городе такой климат, а не холод и морозы. Хотя летом тут бывает, что из ветровки не вылазишь. Среди городской скульптуры Санкт-Петербурга чаще всего встречаются ангелы. Всего их насчитывается по городу более трех тысяч. Многие задаются вопросом, почему Стрелка Васильевского острова так называется. На самом деле все просто. Река Нева разделяется на два русла, образуя острый стреловидный мыс. Стрелка Васильевского острова – излюбленная смотровая площадка петербуржцев и гостей города. Отсюда открывается шикарная панорама города. Строительство смольного ансамбля стало самым длительным за всю историю города. Строительство сооружения длилось 87 лет, но так и не было закончено. Звонница, задуманная автором Ростелли, так и не появилась. Ее высота составляла бы 177 метров. Такое сооружение сильно бы поменяло облик Санкт-Петербурга. И многие фонды сейчас пытаются добиться ее строительства, но и противников этой идеи тоже большое количество. Мое мнение, что колокольня Петербургу была бы куда полезнее, чем, например, здание Лахта-Центр-2, которое хотят построить в Санкт-Петербурге. Предполагается, что высота этого здания составит 703 метра, делая небоскреб вторым по высоте в мире после Бурж-Халифы. Самая популярная среди невских рыб – корюшка. Это маленькая рыбка из отряда сельдеобразных, с огуречным запахом. Считается одним из брендов северной столицы. В первые весенние месяцы она поднимается из Финского залива на нерест вверх по Неве. Защитная дамба Санкт-Петербурга выполняет две функции. Защищает город от наводнений и служит автомагистралью, являясь составной частью кат-кольцевой автодороги – трассы А-118. Часть этой дороги проходит по огромному тоннелю, расположенному глубоко под водой. Наверху проходит судоходный путь. Кстати, кат проходит через остров Котлин, на котором расположен город Кронштадт. В городе сосредоточено свыше 300 исторических и культурных памятников, один из которых – мой любимый морской Никольский собор в невизантийском стиле. В Кронштадте большое количество морских фортов, которые защищали Петербург от вторжения иностранных военных судов. Например, есть такой форт Александр I или же Чумной. Кстати, по размерам он намного больше знаменитого форда Боярда. Санкт-Петербург находится в 400 километрах от Хельсинки. Из центра города в финскую столицу и обратно несколько раз в день ходят автобусы, экспресс-поезда, паромы. Время в пути от 3,5 часов до 6, в зависимости от вида транспорта. Санкт-Петербург – родина известной российской футбольной команды «Зенит», многократного победителя российского чемпионата, обладатель кубка и суперкубка УИФА. В 2018 году Санкт-Петербург стал одним из городов, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, а также в 2021 проводилась часть матчей Евро-2020. Интересные пространства есть в Питере. Например, Новая Голландия – это остров. Жить там кипит круглый год, его популярность растет, и сюда приезжают, чтобы прекрасно провести время петербуржцы и гости города на Неве. Первая железная дорога в России была проложена из Санкт-Петербурга до Царского села. В 1837 году – период царствования Николая I. Ну что, друзья, на этом пока все. Спасибо вам за просмотр. А главное, вы берегите себя в такие непростые времена. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!